Девушки отдыхают Сегодня в программе Уехать далеко на чужой машине не получилось Полицейские близко оперативно задержали угонщика Потратил деньги несовершеннолетнего пассажира Следователи завершили расследование уголовного дела В отношении водителя автобуса Свою вину не признавал 10 лет колонии получил житель Бийска за убийство приятеля Выпил, сел за руль и спровоцировал аварию В этом нетрезвый водитель отказался общаться с полицейским и грубил Итак, начнем В Бийске сотрудники полиции оперативно раскрыли угон В совершение преступления подозревается ранее судимый житель Новокограда Накануне 22-летний бийчанин вернулся домой после работы Свою ласточку припарковал, как обычно, напротив подъезда И поставил на сигнализацию Занимался своими делами, но внезапно сработал брелок Он выглянул в окно и обнаружил, что транспортного средства на месте нет Тогда парень выбежал во двор и увидел сотрудников патрульно-постовой службы Мужчина объяснил полицейским ситуацию Все, в свою очередь, направили информацию в дежурную часть И сразу же в городе был объявлен план перехват Через 20 минут экипаж ДПС уже задержал подозреваемого в угоне на выезде из города Им оказался 29-летний житель Бийска, ранее многократно судимый В том числе и за неправомерное завладение транспортным средством Согласно медицинскому заключению, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения При этом уже будучи лишенным водительского удостоверения В отношении задержанного в полиции составили два административных протокола Кроме того, возбуждено уголовное дело В настоящее время подозреваемый в угоне находится в изоляторе временного содержания Сам потерпевший безумно рад, что сотрудники правоохранительных органов Смогли оперативно задержать человека, который оставил его без машины На самом деле готовился к худшему, что два-три дня, возможно, и больше Думал, что вообще могут не найти и так далее Но спасибо большое сотрудникам Быстро, хорошо все Больше десяти пьяных автомобилистов задержали в Бийске за минувшую неделю Увы, но цифры не уменьшаются Водители Наукограда продолжают демонстрировать печальную стабильность В городе по вине нетрезвого водителя даже зафиксировано дорожно-транспортное происшествие Мужчина был настолько пьян, что отказался общаться с полицейским и грубил ему Составлена схема Уйди отсюда Схема составлена, как автомобиль Уйди отсюда Слышите меня? Отойди от меня В машине сидим, процедура оформления ведет Отойди от меня Слышите меня? Отойди от меня отсюда Отойди Кто ты? Понимаете? Ты кто? Старший лейтенант полиции Володя Сергея Борисович Срать на тебя это Срать на тебя Я вам представился еще раз Что еще раз унесу? Вот в такой манере разговаривал мужчина с сотрудником ГИБДД Добавим, что дорожно-транспортное происшествие случилось в заречной части Бийска К счастью, в аварии никто не пострадал Всего же в городе за неделю выявлено 16 автовладельцев, которые сели за руль под градусом В том числе 5 нарушителей задержали в ходе проведенного в Бийске профилактического рейда «Трезвый водитель» Сейчас в преддверии праздников подобные мероприятия будут проводиться еще чаще Каждый должен понимать, что пьяный за рулем это преступник В Бийске водитель автобуса потратил деньги несовершеннолетнего пассажира Мужчина в салоне транспортного средства нашел банковскую карту, утерянную 17-летним парнем Но вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, водитель на протяжении нескольких дней рассчитывался ей за покупки в магазинах Потратив денежные средства в размере более 4,5 тысяч рублей, обвиняемый выкинул ее, побоявшись, что его личность могут остановить сотрудники правоохранительных органов Своими действиями мужчина причинил значительный ущерб потерпевшему, в связи с тем, что юноша самостоятельно зарабатывал деньги путем подработок Найти человека, который тратил деньги подростка, особого труда не составило При оплате банковской карты фиксируется в магазин дата и время А так как практически все торговые точки города сегодня оснащены камерами видеонаблюдения, то оперативно была установлена личность мужчины По данному факту возбудили уголовное дело, обвиняемый в вину в саде и нам признал Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения его по существу Десять лет в исправительной колонии строгого режима такой срок получил житель Бийска за убийство нового знакомого Преступление было совершено еще в сентябре прошлого года Как установили в ходе следствия, осужденный познакомился с потерпевшим в одном из увеселительных заведений города Мужчина предложил знакомому продолжить вечеринку, но уже у него в гостях бийчанин согласился Во время распития спиртных напитков между новыми знакомыми возник конфликт В результате которого гость жестоко избил хозяина квартиры, а затем, взяв кухонный нож, нанес не менее 21 удара в область жизненно важных органов и скрылся с места преступления От полученных травм 60-летний потерпевший скончался на месте происшествия Свою вину мужчина не признавал в ходе предварительного следствия, говорил, что не причастен к совершению данного преступления Однако предоставленные следствием доказательства говорили об обратном В итоге судом 37-летнему жителю Бийска было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима И еще одна история с выпивкой, которая завершилась трагически Случилась она в январе Два приятеля распивали спиртное на квартире бывшей сожительницы Ну и на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений Мужчины поспорили, был конфликт, ну и драка Начал избивать потерпевшего, наносить многочисленные удары руками, ногами Когда потерпевший упал, он просил его прекратить Тот взял горшок из-под цветка, ну цветок там находился, пластиковый землей, вдарил по голове Затем сломал буквально об него табуретку, еще и ухитрился попрыгать на нем Ну а потом женщина, естественно, свидетель пыталась оказать сопротивление Там женщине досталось, но там по побоям не уголовное дело И соответственно после этого он просто волоком оттащил потерпевшего в ванную, бросил Потерпевший погиб Уголовное дело возбудили по статье причинения тяжкого вреда здоровью, поблекшей смерть Свою вину осужденный признал, но не полностью говорил, что оборонялся Но решением суда бейчанин был признан виновным И с учетом предыдущих заслуг ему было назначено наказание в виде десяти лет В исправительной колонии особого режима Близкие студенты, хотя и школьники тоже, не упускают возможности быстрого и легкого заработка Они устраиваются на работу и становятся закладчиками наркотиков Порой даже не осознавая всей серьезности Как правило, преступная деятельность длится недолго А вот срок за решеткой можно получить вполне себе приличный И речи об условном наказании здесь вообще даже не идет Поэтому соглашаться на такую подработку в кавычках не стоит Наказание за совершение этих преступлений, которые являются особо тяжкими, как правило С учетом того, что они совершаются, как правило, в группе с лицами, которые органами следствия не установлены Но которые посредством интернета двигают, так сказать, теми людьми, которые являются непосредственными закладчиками наркотических средств Это групповые преступления в связи с этим И поэтому сроки наказания, то есть если это, допустим, часть 4 статьи 228 прим То есть это наиболее распространенный состав преступления Там от 10 лет лишения свободы до 20 Если это часть 5 этой же статьи, то это от 15 до 20 лет лишения свободы Но это, тем не менее, не сдерживает нашу молодежь По-прежнему продолжают совершаться эти преступления Ну а дальше расскажем о современном оборудовании, которое в своей повседневной практике использует следователь-криминалист Максим Гультяев Больше 10 лет он помогает раскрывать даже порой самые запутанные преступления Старший следователь-криминалист Максим Гультяев 12 лет расследует преступления особой важности Старший брат для следователей В его видении осмотр места происшествия, допрос свидетелей, задержание подозреваемых Однако для раскрытия дела в его арсенале есть и современные технологии Это включается накрылатная камера, которая помогает обнаружить на объектах и предметах, изъятых с места происшествия, следы рук без применения дакта-порошка Сразу могу пояснить, чем это важно Вот раньше, если это бы происходило все там в 90-е годы, в начале 2000-х, дакта-порошок, он как бы, он убивает всю биологию Ну то есть следы биологического происхождения В простонародье, откуда можно взять ДНК А данная камера, она позволяет без применения порошка выявить следы рук Которые потом, впоследствии мы направляем для производства дактилоскопических экспертиз Не повреждает она объекты биологического происхождения После чего мы назначаем генетические экспертизы Кроме того, у нас, ну так же как на вооружении, не стоят источники криминалистического света Которые позволяют обнаружить так же следы биологического происхождения Вплоть до того, если это в темном помещении, когда мы осматриваем Бывает, что, ну, где-то совершено преступление, да, и замывали следы, ну, крови Если раньше, даже обнаружив следы на орудии преступления, так называемую биологию Эксперты могли лишь определить группу крови предполагаемого преступника И сказать, мужчина совершил преступление или женщина То сейчас, сравнив образцы, умные машины точно скажут, виновен или нет Судебная экспертиза, выделение ткани человека, исследование ДНК Как бы, она дает стопроцентную нам гарантию, что если осталось на орудии преступления Даже вот это потожировое выделение, которое было раньше только по группе и половой принадлежности То сейчас оно может его отнести конкретно к определенному человеку То есть, если вот вы взялись за рукоятку ножа, то ваши признаки там остались навсегда По большому счету Срока давности для криминалистики не существует, отмечает Максим Гультяев Сейчас следователи уделяют особое внимание нераскрытым делам И говорят, что 99% успеха – качественный осмотр места происшествия У нас приоритет, как у нашего отдела, да и у следователей-криминалистов поставлено Как бы, нашу задачу расследование уголовных дел, совершенных в прошлые годы Мы их так называем, дела прошлых лет Мы изучаем данные дела, видим перспективу Где-то мы проводим, то есть, бывают дела же, ну, очень старые Вот, к примеру, было раскрыто определенное количество уголовных дел Преступления, по которым были совершены в 90-е годы Своей победой считают привлечение к ответственности дерзкого насильника Который изувечил бейчанку 10 лет назад Тогда на месте преступления специалисты обнаружили капли крови Которые изучили, а главное – сохранили Спустя много лет злодей попался на домашнем насилии Анализ ДНК подтвердил – насиловал он Как отмечает Максим Гультяев, для преступников подобная – полная неожиданность 92-го года убийство, расследовали преступление И для человека было вообще неожиданным Что, когда я его вызвал к себе на допрос И изучив уже тогда материалы дела Я понял, что данное лицо непосредственно причастно к совершению данного преступления Он был настолько удивлен, что столько времени прошло И он буквально после первых полчаса беседы со мной Еще до начала следственного действия он дал признательные показания Кто-то мечтает стать космонавтом, врачом, пожарным А Максим Николаевич с самого детства хотел расследовать преступление Как сам говорит, перед глазами был не герой из детектива по телевизору Для меня был отличным примером, он остается, как бы, это мой папа Но он работал просто у меня, как бы, в свое время сотрудником уголовного розыска Он проработал более 30 лет, после чего ушел на пенсию И он всегда для меня был, как бы, положительным примером И я всегда, как бы, ориентировался на него Иногда даже при расследовании категории преступлений прошлых лет, которые совершены Как бы, я еще у него, ну, как бы, беру совет Криминалистика – профессия не для всех Ненормированный рабочий день, командировки, выезд на преступление среди ночи Они неделями не видят свои семьи Чтобы раскрыть преступление, важна команда Что ж, это все на сегодня Не нарушайте закон, и тогда он всегда будет на вашей стороне Счастливо, увидимся через неделю Пока За голову! За голову! А, чертно, и скотинь! Работы, зарабатывайте! Стояние вы! Нашины, машины! Нашины! Назначительное наказание для решения свободы сроком 2 года Нашины! Нашины Дrans races Нашины! Нашины! НА-О-'RE принципе! Нашины! Нашины!